Сказка о жадном правителе И мучила правителя мысль коварная Как бы извести всех нахлебников Его личный запас проедающих Созвал он бояр своих преданных И стали они думу думать Как план этот жизнь воплотить И добро свое еще больше умножить Долго думали и рядили, что делать им Поначалу боялись последствия Но потом осмелели, расслабились Понесло их больное сознание все дальше и дальше от реальности Закипела работа боярская, называемая словоблуди Первый боярин Давайте науки и лечения сделаем платными Сразу двух зайцев убьем без усилия Легче дурачить неграмотных А больные нам и так не надобны Второй боярин Еще запретим народу продукты свои выращивать Грибы собирать до ягоды Пусть у нас покупают заморское Или пусть едят червячков и кузнечиков Говорят, они тоже полезные Третий боярин Есть еще мысль почти гениальная Гениальным может быть только наш правитель великий Давайте вакцину придумаем волшебную От болезни чудной Нами же в народ и выпущенной Кто-то из толпы А почему чудной? Третий боярин В том-то и весь секрет Вроде есть она, а вроде ее и нет Но вакциной чудной, пусть и ненужной Мы людей лишних повытроем Земельку, опустевшую, да прочее добро Без хозяев оставшееся Приберем и промеж собой поделим Тут раздался голос Неожиданно Всех замолкнуть заставил и задуматься А коли народ сбунтуется Ведь мы должны Правитель грозным голосом Никому я ничего не должен Это народ мне должен за то, что я позволяю ему жить здесь и дышать моим воздухом Успокоились бояре В смерть перепуганные И продолжили свои поиски Кто придумает средства изощреннее Как над народом поиздеваться Да еще что-нибудь отобрать И кипела работа боярская Все страшнее и страшнее Предложения душегубов проклятых Аж мозоли на языках Вылезли и полопались Хорошо для них, что язык без костей Иначе все уже переломились А народ все терпел да помалкивал Молча шел на плаху, не жалеючись Все никак не могли люди в толк взять Кто правитель их? Отец родной? Защитник? Или бандит душегубый бесстыдник? Так бы и извел правитель своих людей по-тихому Но случилась беда нежданная Напал супостат коварный, безжалостный Засуетились правитель с боярами Замаячила перспектива невеселая Лишиться своего добра у народа отобранного Заголосили они, запричитали, заплакали Похватались за знамена, молью побитые Обратились к своему народу забитому Боярами на произвол брошенному Давайте, мол, родину свою защищать, любимую Но идет вперед супостат коварный Не останавливается И нет силы остановить его, как бояре не стараются Позвал правитель генералов и спрашивает Почему нет победы желаемой? Отвечали генералы уставшие Не желает народ воевать, разбегается Утомились мы ловить его по полям и лесам Но поймать не получается Как вода сквозь пальцы просачивается Как не лови, все равно из рук выворачивается Правитель И что говорят эти людишки негодные? Генералы Говорят они, что твои богатства И бояр твоих недалеких сам защищай Им защищать уже давно уж нечего Отобрал ты у них все И по миру пустил голодранцами Побираются, словно нищие Своего угла не имеющие Превратил ты их в рабов своих бесправных Отобрал и продал их родину Предал род, назлато позарившись А еще говорят Раз ты никому ничего не должен То и тебе тоже никто и ничего не должен Правитель гневно Ах вы твари неблагодарные Ну я вас Начал бегать по комнате в ярости Бить посуду и мебель всякую Выступайте, генералы мои верные И хватайте всех без разбору Будь то мал, или стар, или баба какая Всех гребите и кнутами на поле брани гоните Как ни бегали генералы, как ни старались Ничего у них не получилось Чем ближе к столице враги приближались Тем больше правитель с боярами напрягались Многие бояре не выдерживали напряжения И бежали из города с добром своим Без правителя на то разрешение Наконец и сам правитель, видя такое безобразие Умчался из страны Воплощать свои сны и больные фантазии Но не судилося боярам и правителю Быть счастливыми в чужой обители Там их встретили такие же грабители Обобрали наших беглецов до нитки Ведь в чужой стране есть свои небожители Эй, народ! Догадались, а чему учит нас эта сказочка? Разназвался ты государство правителем То помнить надо, что кроме прав есть у тебя и обязанности Ты за все в ответе И за малого, и за последнего больного и старого Твоя забота – свой народ оберегать Учить и лечить Разрешать споры между людьми по справедливости Мир и покой в своем государстве оберегать А еще жрецов, мудрость народную стерегущих слушать Труд кормильцев, ремесленников ценить Воинов уважать, всем необходимым обеспечивать Торгашей в узде держать, да меру не нарушать Вот тогда за тебя, благодетеля Родину оберегающего и за народ болеющего В годину трудную весь народ твой поднимется И в оборонцах недостатка не станется Ну, а если своими обязанностями пренебрегать То легко и прав с привилегиями лишиться А то и жизнь потерять Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова